Всем привет! С вами Павел Косенко. Сегодня у нас вторая часть из моей большой трехчасовой лекции «Как научиться видеть цвет». На этот раз речь пойдет о вариативности как основе цветовой выразительности. Если вы не смотрели первую часть, я рекомендую начать именно с нее. Ссылку можно найти в комментариях. В этом видео продолжение лекции. Итак, в прошлый раз я наглядно продемонстрировал, что ваши глаза вас обманывают. То есть взаимосвязь того, что мы видим и как мы это воспринимаем, весьма зыбкая. Таким образом, работая с цветом, мы не можем ориентироваться на такие понятия, как честный цвет, цвет как в жизни и так далее. Что же тогда определяет хороший цвет и что вообще такое хороший цвет? Давайте с этим разберемся. В основе эстетического восприятия человека, будь то визуальные, звуковые, тактильные или любые другие ощущения, лежит способность и вместе с тем необходимость получать удовольствие от нюансов. Точно так же, как мы смакуем изысканные блюда и хорошее вино, при восприятии цвета наша система глаз-мозг наслаждается тонкими цветовыми деталями. Чем больше таких деталей в изображении, и чем больше развита способность конкретного человека их воспринимать, тем оно интереснее и приятнее для разглядывания. Применительно к цвету детали это оттенки и полутона. Они возникают там, где цвет изменяется. Чем плавнее изменение цвета, тем больше цветовых деталей мы можем наблюдать и смаковать их, получая эстетическое удовольствие. Способность цвета изменяться, или можно сказать варьироваться по определенным характеристикам в определенных пределах, называется вариативностью цвета. В живописи для этого используется термин валер. Словарь живописных терминов трактует его следующим образом. Валер в искусстве живописи тональный нюанс, тонкое различие одного и того же цвета по светлоте. Валеры достигаются техникой лессировки. Они позволяют добиваться богатых цветовых отношений, тончайших нюансов и неуловимых переходов цвета. Поэтому у художников существует выражение по отношению к такой живописи. Писать валерами. На самом деле, цвет может варьироваться не только по светлоте, но и другим составляющим. Каким именно, зависит от того, какую систему координат используют для описания цвета. С точки зрения смешения красок и работы с цифровым изображением, удобно рассматривать систему HSB, где H, Hue, это цветовой тон, S, Saturation, насыщенность, B, Brightness, светлота или яркость. В этой системе координат цвет может варьироваться по трем составляющим. Первая – вариативность по светлоте. В этом случае цвет меняется в определенных пределах только по своей светлотной составляющей. Насыщенность и оттенок остаются неизменными. При смешении красок такая вариативность достигается добавлением белил и сажи. Пример – снимок известного фотографа Рафала Миллаха. Обратите внимание, как изменяется цвет стены на фоне главных героев. Плавно и в широких пределах от довольно светлого до почти черного. Для того, чтобы сделать цветовые переходы незаметными для глаза, необходимо большое и даже очень большое количество цветовых градаций. Именно поэтому эту фотографию можно уверенно назвать многоцветной, то есть богатой на валеры. Хотя неопытному глазу она может показаться как бы двухцветной. Если показать эту фотографию обычному человеку, то чаще всего первая реакция – это вопрос. Кто эти люди? Почему женщина лысая, а мужчина на каблуках? Такое восприятие можно назвать объектным. Зрителю тяжело воспринимать изображение эстетически, так как он не понимает, что здесь собственно изображено. Искушенный зритель эстет с развитым восприятием цвета в этой фотографии видит прежде всего вариативную зеленую стену и уже потом задается вопросом о том, что здесь изображено. Такое восприятие можно назвать образным. Для того, чтобы научиться видеть цвет, важно воспринимать мир не только с точки зрения объектов, из которых он состоит, но и в первую очередь придавать значение цвету этих объектов. А хороший цвет – это всегда цвет вариативный. Кстати, обратите внимание, цвет на этой фотографии вариативен в том числе за счет винетирования объектива, которое вообще, говоря, считается дефектом оптики. Но с точки зрения цвета это наоборот делает его более выразительным. Второй тип вариативности – по насыщенности. В этом случае цвет меняется в определенных пределах только по насыщенности. Светлота и оттенок остаются неизменными. При смешении красок это достигается в основном добавлением в максимально насыщенную краску аналогичной по светлоте серой краски. Пример – кадр из кинофильма «Забризский поинт». Обратите внимание, как меняется оранжевый цвет внутри взрыва – от яркого до землянисто-серого. Десятки тысяч промежуточных оттенков формируют основное богатство цветовых нюансов этого кадра. Именно они интересны для рассматривания требовательным глазом. Хотя менее опытный зритель вполне удовлетворится нарочито явным контрастом двух основных цветов – красно-оранжевого и синего. Вариативность по светлоте в этом кадре также присутствует – это синее небо. И так же, как в предыдущем примере, винетирование объектива идет цвету только на пользу. Третий тип вариативности – по цветовому тону. В этом случае цвет меняется в определенных пределах только по цветовой составляющей. Светлота и насыщенность при этом остаются неизменными. При смешении красок это достигается плавным добавлением одной краски в другую. Пример – фотография Сергея Максимишина. Несмотря на то, что сам автор не любит, когда его называют художником, подчеркивая свою фото-журналистскую специализацию, я все равно считаю, что Сергей – художник с большой буквы, фотограф с изумительным видением цвета. Посмотрите внимательно на то, как плавно переходят друг к другу бирюзовые и розовые оттенки за водопроводными трубами. Несмотря на то, что мы видим явные области одного и другого цвета, четкую границу между ними обозначить невозможно. Это достигается за счет максимальной плавности градиента, то есть настолько большого количества оттенков, что человеческий глаз перестает видеть явные различия между соседними. В реальной жизни цвета на фотографиях, картинах и в кино редко меняются по какой-то одной составляющей. Чаще всего они бесконечно варьируются по всем направлениям сразу, и в результате достигается сложная, богатая и доставляющая удовольствие при рассматривании цветовая композиция. Рассмотрим еще один пример – фотографию Элиуса Эрвита. Я много раз проводил эксперимент и задавал разным людям вопрос, что вам нравится на этом снимке с точки зрения цвета. Дети и обычные неподготовленные зрители чаще всего указывают на парус. Именно эта часть фотографии привлекает их внимание своими яркими пятнами. Продвинутые фотографы, колористы и просто эстеты чаще всего обращают внимание на вариативное небо. И действительно, парус по сути двухцветный – красный и желтый. Вариативность внутри соответствующих полосок не очень высокая, цвет в них практически не меняется. А вот для того, чтобы достичь столь плавных цветовых переходов в небе, потребовались десятки тысяч градаций. Посмотрим еще две фотографии. Обе великолепны, но цветовая выразительность в них достигается разными способами. На первой – за счет всего лишь двух сильно насыщенных контрастных цветов, внутри которых почти нет цветовой детализации. Вторая – наоборот. За счет огромного количества полутонов и плавных градаций, то есть за счет цветовой вариативности. По сути, фотография слева двуцветная. Фотография справа почти бесконечно многоцветная. Три типа вариативности, которые мы рассмотрели, можно представить в виде цветовой модели HSB. Напомню, что здесь H – это цветовой оттенок, S – насыщенность, AB – светлота. В английском языке для обозначения яркостной составляющей также используют термины lightness и value. Они применяются в несколько отличающихся друг от друга, но близких по сути цветовых моделях. С точки зрения восприятия не принципиально, как именно мы будем называть светлоту и какую модель использовать. Важно, что мы можем представить все потенциально воспринимаемые человеком цвета в виде вот такого цилиндра. Его центральная ось – это диапазон градации серого от черной до белой точек. Чем дальше расположен цвет от центральной оси к внешней оболочке, тем он более насыщен. А если посмотреть на цилиндр сверху, то мы увидим всем знакомый цветовой круг. Эта модель является чисто теоретической, так как в ней присутствуют цвета, которых не существует. Например, вот этот цвет. Это абсолютно черный, максимально насыщенный желтый цвет. Такого цвета не бывает. Или вот этот. Это абсолютно белый, максимально насыщенный синий цвет. Такого цвета тоже не бывает. Ни в природе, ни в нашем воображении. Вообще говоря, не существуют все цвета, которые располагаются на верхней и нижней поверхностях цилиндра, кроме центров этих окружностей, то есть белый и черный точек. Все цвета при их осветлении или затемнении разно или поздно превратятся или в белый, или в черный. То есть, если говорить о цветовом теле человека как о модели воспринимаемых цветов, то нам придется определенным образом отсечь от этого цилиндра некоторые его части. Вот что мы получим, если сделаем это. Чтобы лучше понять эту фигуру, вырежем из нее сегмент аналогично тому, как мы отрезаем кусок от торта и заглянем внутрь. Когда-то это был тот самый цилиндр теоретических цветов. После того, как мы отрезали несуществующее восприятие человека цвета, мы получили модель цветового тела человека. Центральная ось этой модели – это градации нейтральных оттенков от черного внизу до белого вверху. Именно на этой оси лежат оттенки черно-белых изображений. По мере отдаления цвета от центральной оси он приобретает насыщение, которое в пределе достигает максимальной чистоты, то есть очищенности от сторонних оттенков. Максимально чистые цвета располагаются на внешней оболочке фигуры. Если посмотреть на нее сверху, то мы увидим, как цвет плавно меняется по кругу и через 360 градусов снова приходит сам себя. Глядя на цветовое тело человека, можно сделать несколько важных и полезных наблюдений. Вот некоторые из них. Наблюдение первое. Каждый цвет достигает своего предельного насыщения, то есть предельной чистоты, при разном уровне светлоты. Например, максимально насыщенный синий цвет всегда темный. Не бывает светлого насыщенного синего цвета. Подобный цвет будет светло-голубым, слабонасыщенным. Такие цвета еще называют пастельными. Точно так же не бывает, например, темного ярко-желтого цвета. Такой цвет будет неизбежно землянисто-болотным. Наблюдение второе. Если сделать предельно чистый цвет светлее или темнее, то есть добавить в него белую или черную краску, то мы как бы попадаем в зоны несуществующих цветов. На самом деле, в этом случае мы будем двигаться по внешней оболочке нашей модели. То есть при затемнении или осветлении цвет будет неизбежно терять насыщение. И в пределе превратиться в абсолютно ненасыщенный белый, центральная нижняя точка на оси фигуры, или черный, противоположная верхняя точка. Наблюдение третье. Повышение насыщенности – это движение от центральной оси нашей модели к ее внешней оболочке. Что при этом будет происходить с вариативностью цвета? Правильно, она неизбежно будет снижаться. Удивительно, но это работает ровно и в обратную сторону. Снижение насыщенности увеличивает вариативность цвета, так как загрязняет изображение, то есть добавляет в него новые цветовые градации. Вообще говоря, это один из базовых принципов работы с цветом. Говоря о нем, художники часто используют пословицу «больше грязи – больше связи». Рассмотрим конкретный пример. На этой фотографии красный цвет находится на пределе своего насыщения. По всей площади он примерно одинаковый и почти не меняется. Детали в красном почти неразличимы. Но стоит снизить общую насыщенность изображения, и красный становится вариативным. При этом у вас, скорее всего, возникло ощущение, что общий цвет фотографии стал слишком блеклым. Не торопитесь делать выводы. Если посмотреть на этот вариант в течение хотя бы 5 секунд, а потом переключить обратно на более насыщенный, то становится видно, что исходный вариант действительно был избыточно насыщен. Когда вы работаете с насыщенностью и выбираете между двумя вариантами, я всегда рекомендую сравнивать изображение именно таким образом – смотреть на менее насыщенный вариант некоторое время, а затем резко переключаться на более насыщенный. Как правило, вы сразу поймете, перестарались с насыщенностью или, наоборот, не достарались. На этом с вариативностью цвета можно закончить и перейти к следующей части нашей лекции, где речь пойдет о гармонии цвета. Об этом я расскажу в следующем видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok